Итак, уважаемые друзья, третий сет. Алехандро Туризани ведет 4-3 в третьем сете. И только что вы были свидетелями, что медицинский перерыв брал Джайми Зарагоса. Мяч попал в линию. Но Джайми решил зажухать этот мяч. Ну вот мы смотрим и видим, что теннис абсолютно на таком уровне. Опять аут, что ли? Да, интересная история. Алехандро Туризани там уже с отскоком мог был объявить аут уже давно. Но Джайми здесь зажухал четко очко. Четко зажухал очко. 0,30. 1-1. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 2-1. 1-2. 2-1. 1-2. 2-3. Очко трудовое берет Алехандро. Но не вмешивался я сейчас никаким образом на этом зажуханном очке. Сейчас не вмешивался, не показывал, что там и как. Вторым мячом четко. И подлево садится горками. Держит мяч. 15.40. Да. Очень неприятные впечатления, конечно, производят вот такие вот моменты. Они не могут служить оправданием зрителям. Хочется видеть честную игру. Как бы ни казалось это, но хочется видеть зрителям честную игру, а не зажухало. Когда мяч опускается на линии, ты говоришь «аут». Неприятные впечатления. Джайм из Арагоса производит. Неприятные впечатления. Втыкается в удар. Втыкается в удар. Но меньше на подачи. Меньше на подачи. Четко вкручивает вторым мячом. Хороший удар. Четко держит. Очередное втыкается. В движение у Джайми не выходит. По-медленному мячу он еще ударит, но в движении никак не успевает. Не хватает у него скорости. Видимо, мешает ему этот вес. Вроде бы мышцы, но они какие-то вялые. Опять же, не могу сказать, что это такое. Ну, как вот, чтобы дети в таком возрасте имели такое количество мышц без химии. Не хочу, конечно, ничего сказать, но мне кажется, что это все-таки какая-то неестественная гипертрофия. Проходит первый мяч. Больше у Алехандро Торезани. Уважаемые друзья, вот сейчас ключевое очко, которое нужно сыграть. Алехандро для того, чтобы закрепить преимущество в сете. Горкой отвечает. Кое-как. Горочку под право. Под лево. Очередной удар с двух рук втыкается. И Алехандро берет гейм. 5-3. 5-3 он ведет в сете. И сейчас ему осталось немножко для того, чтобы дожать своего соперника. Еще раз добавляю, друзья, что это третий круг турнира второй категории ТЕ. В Аликанте. Город Бенедорм. Корт номер 4. Пятница. Третий круг. Время 13.20 без двух минут. Не проходит первый мяч. Почему-то у меня складывается впечатление, что сейчас по одному мячу распуляет Джайме этот гейм. Нет, вкручивает вторую. Что дальше? Втыкается. Не получается у него. Чуть-чуть неудобно ему играет. Все. 0.15. 0.15. Втыкается он в мяч. Ноги стоят. С двух рук не бьет. В общем, если удобно, нормально. Чуть-чуть не туда и все. Уже идет ошибка. Ходит, отдыхает юноша. Но... Три мяча. Три мяча. По игре видно, что он проигрывает. По игре видно, что он проигрывает. В это время у юношей завершились матчи на этих кортах. Ну, сейчас мы об этом скажем попозже. А пока что... Подлево садится. Перекладывает под право. Опять подлево. Здесь надо спокойно. Везет. Везет Джайми. Он просто уже как бы... Я считаю, что Алехандро, конечно, не надо переходить на такую игру. Надо продолжать раскладывать, заставлять играть Джайми в движении. Три мяча остается. По 15. Прошла первая подача. Прошла первая подача. Длинноватые, плосковатые удары. У Алехандро очень качественная игра. Такой теннис. Такой теннис. Такой теннис. И укороченный. Свечечка безупречна. Джайми пробежался, но его хватило только на то, чтобы выкинуть мяч на нос. Два мяча, уважаемые друзья. Два мяча. И хочется сказать, что так это интересно порой сходит. А почему два? А, повезло. Раскачивает такими аккуратными, плосковатыми мячами под право. Теперь под лево. Молодец, Алехандро бежит. И обводит его Джайми. На растяжках играл Алехандро. Обводит его Джайми. Что со счетом? Что со счетом? Больше? Или юноши сыграли гейм? Не пойму. Больше должно быть. Не проходит первый мяч. Под лево, да. Пробивает линию. И счет становится 5-4. Переход. Алехандро ведет пока что со счетом 5-4. Простовато он сейчас сыграл. С приема просто положил под лево. Надо было все-таки... Я считаю, что принимать против Джайми нужно под право. Ну, досматриваем эту концовку матча. Простова год. Простова гр 하기. Простова гр supplying with рамп VS cholera. Влажно метать для него. Далее. Там мы убежем. Да. Потом мы include получаем шут. Кресть. итак друзья пока что скажу вам что произошло на других портах на корте номер один в матче третьего круга даниэль линкус морозов одержал победу в двух сетах над джерман лопес андухар из испании педро кабаха санчес уступил марио манзила дизу на корте номер три значит марио пена гарсия уступил двух сеток дьего агусто барето санчес на корте номер два и хочется сказать что уважаемые друзья вот безобразие которое в общем-то никак не понять что с организацией турнира основная сетка была на 48 квалификационная на 64 но состав был такой что юноша сыграли в квалификации по одной максимум две встречи у девушек же в настолько мало было заявившихся что квалификации не проводилась при этом сегодня пятница и юношам придется играть юношам придется играть две встречи двойную дает александра подает на матч но 0 15 так вот организаторы основу начали играть со вторника регистрацию сделали три мяча три мяча александр а александр решает закачать соперника горками но не совсем верное решение надо все-таки в корт попадать еще да такой интересная концовка джайме спокойно держит бьет обратным кроссом ошибается по 32 мяча два мяча два мяча у александра джайме похоже смиряется со своей участью как-то не видно у него элементов хорошо набирает длину и срывает удар опять торопится непонятно что происходит но видно все таки усталость сказывается юноша на корте уже порядка более двух часов почти три часа на корте меньше 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 александра вот как бы та ситуация которая складывается если ты не атакуешь с короткого мяча то уже начинают убивать тебя ровно два мяча отрезанным ударом правильно матчболы пошли пошли матчболы интересный расклад интересный прогноз я давал ставил на александра вот опять горка дает ему ошибиться пробивает прямую горку выбрасывает александра работает а вот а вот а вот там был там был действительно а вот справедливо всего александра надо играть близко к задней особенно таких горках всем хочется сыграть малой кровью не напрягаться надежно проще до острая первая подача александра проходит но нужно отдать должное что джайме конечно по ходу матча ну было у нас пару вариантов один вариант так точно зажухал очко это неприлично некрасиво но он это сделал ну прошла первое подлево садится вновь ошибается александра не может никак собраться но видно что подустал подустал спортсмен не такие у него жесткие кондиции ему нужно как-то искать игру такую ну не выходит пока у него вновь касая подача проходит и четко кладет по месту касая уходящая подача по месту плосковатая джайме не может ее обработать он ее выбрасывает ноги стоят выбрасывает эту подачу тут же получает тут же получает другой угол очередной матч-болл александра и шанс подтвердить мой прогноз на данный матч первая прошла низко на трех срывает удар джайме и александра берет гейм а что у нас со счетом а что было по пяти это были не матч-болы еще а к а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? А, друзья, это что это у нас? Тайбрейк? А, как интересно, друзья Это мы наблюдаем тайбрейк в третьем сете 0.1 Тайбрейк в третьем сете 0.1 Это получается, что Алехандро по ходу предыдущего гейма уполз Не тянет джайми Стоят ноги Бросает укороченный Безобразная обводка Как так можно играть? Полное неуважение к зрителям 2.0 Алехандро ведет Дырка у них все-таки неуверенно Не поставлены удары Судороги Ну, надо вставать и работать Неужели он хочет уйти С матча? Умеет ли он право вызывать Медицинский перерыв? Такое ощущение, что нет Итак, уважаемые друзья Непонятно, что у нас тут происходит Медицинский перерыв Брать не надо Судорога свела Ну, непонятно, что происходит Сейчас идет тайбрейк И вообще-то на самом деле Медицину нельзя вызывать в этот период Перерыв медицинский Можно брать только Если есть такая возможность Если нет такой возможности То нет Это не по правилам И Идешь, делаешь тресет и джаймами Потом две минуты ждешь Держишь еще раз тресет Вот этот тресет Две минуты ждешь И еще раз тресет и джаймами Раз, две Уважаемые друзья Мне кажется, что все-таки Мне кажется, что все-таки Это хитрость определенная Джайми Он решил Включать такую определенную хитрость Прикинуться немножко больным Для того, чтобы Попытаться сбить с толку соперника Один-два Подает джаймами Не проходит первый мяч И вот на дурачка Раз-раз очко зацепил Еще включил Театр Театр сработал Вроде ходит на двух ногах Но при этом играет Интересно, хватит ли у Алекандра Опыта Для того, чтобы распознать Что джаймами Разводит его На театральную постановку Играет утро Водор Магадρέ Театр Играет мозолк Проект Один-ра Играет standardized Играет Проект точка очередной out непонятная история джайми он пытается вывести на свой коронный удар на пробивание длинной диагонали но в то же время очевидно что у него там дырка ему нужно просто держать удар но 32 александра ведет на тайбрейке тайбрейка решающим сети 32 у александра джайми держит мяч понимая что у него дырка и добивается ошибки александра повелся на театр повелся на театр с ногой по 3 на тайбрейке 3 сета да какую интересную историю мы с вами наблюдаем друзья какую интересную историю матч продолжается уже более где-то порядка трех часов тайбрейк 3 сета причем во всех остальных матчах 3 матча у юношей были здесь они завершились хотя игры были напряжены напряжены нельзя сказать что там был теннис какого-то простого уровня очень высокой квалификации были соперники испанцы играли друг против друга единственное что может быть у даниэля линкаса морозова из латвии у него был не такой сложный соперник но тоже ему пришлось повозиться с ним вот ну все три игры закончились в двух сетах а здесь мы увидели с вами как нашла коса на камень при этом мы не знаем как другие матчи третьего круга проходит потому что они проходят на другой базе это где-то несколько километров отсюда я там не был не могу вам ничего сказать а 33 на тайбрейке александра подает ошибается по длине джами но и в общем-то александра четко фиксирует а вот он действительно был 34 джами на подачи не проходит первый мяч а